Ну, зараза, спеваем для вас девочку в белом. И живи в Беларуси. Живи вечно. Группа «Нови Бэнд» стала одним из символов протестного движения в Беларуси. Еще в первые дни после выборов музыканты записали обращение к силовикам. Привет! Мы Ксюша и Артем, группа «Нови Бэнд». Вот уже четыре дня в нашей любимой стране происходит ужас. Ужас, за которым наблюдает вся планета. Ужас войны. Есть погибшие, сотни раненых, тысячи задержанных. Мы умоляем вас, остановите это насилие. Прекратите. Мы решили записать это видео, потому что нами движет любовь. Ксения Жук и Артем Дулкяненко сами участвовали в протестных акциях в Минске. Они также приходили поддержать женщин, которые на Комаровском рынке выстроились в цепь солидарности против насилия. Вот мы приехали, наверное, после того, как мы на Комаровске спели. Там было много девушек с цветами. Я говорю, Ксюша, а как ты чувствуешь со стороны женской вот весь этот, всю эту боль и весь этот страх? Такой образ девушки, которая не должна быть в этом месте и не может быть в этом месте. И она просто в недоумении, почему она такой светлый, открытый, ясный человек, находится вокруг всего этого кошмара и ужаса. И, в общем, это было для меня отправной точкой. И дальше просто слова сами полились. Для многих эта песня стала гимном мирного женского протеста в Беларуси. Вот только на ее исполнение в стране действует негласный запрет. Об этом рассказывают поклонники группы в Беларуси. Просто об этом рассказали, и нам стали очень много людей писать, что в разных учебных заведениях люди хотели спеть. И что находятся в похожей ситуации, что им не разрешили, не запретили. И мне кажется, что очевидно, когда запрещают культуру, то она становится более ценной, что ли, сильнее. На самом деле это только поддерживает нас и наших слушателей, что мы все, как мы уже сказали, двигаемся правильным путем. Группа «Нови Бэнд» представляла Беларусь на Евровидении в 2017 году. С песней на белорусском языке «История моего життя» они вышли в финал и заняли 17-е место из 26-ти. То, что сейчас появилась инициатива против трансляции Евровидения в этом году по государственному белорусскому телевидению, они считают правильным. Здорово, что продолжается напор. И сдавать не стоит. Но мне, честно, было бы даже интересно, вот просто спортивный интерес, узнать, как же это в этом году поехать от Беларуси на Евровидение. Потому что все журналисты в курсе ситуации. И делать вид и улыбаться, что мы такие прекрасные, приехали тут защищать непонятно что. Наверное, канал, который занимается в последнее время только такой довольно жесткой пропагандой, к слову европейский, не может иметь отношения. В середине сентября музыканты уехали в Польшу, когда уровень внутреннего стресса, по их словам, достиг максимума. Однако они не перестали следить за ситуацией в Беларуси и продолжают высказывать свою позицию. Перед Новым годом Артем состриг свои кудри в знак солидарности с политзаключенными в Минске. Мы уже победили, но просто фактически нужно этого дождаться формально. Такие акции, они совершаются довольно спонтанно у нас. Мы не решаем их за какой-то долгий период. И все, что происходит, это порыв какого-то сердца, души. И вот то же, как мы выходили на Комаровку спеть. Это тоже было резко принятое решение. И подстричься так же. Такой год непростой. И захотелось просто освободиться и поддержать особенно людей, которые не смогли встретить Новый год и Рождество. Хороших людей. Вдохновение, оно есть, никуда не пропало. И даже вот эти все новости и грустные истории, они еще больше заряжают тебя на работу, на то, что нужно продолжать писать, и не останавливаться, и что-то делать, снимать. Песни Нови Бэнд стали музыкальным символом протестов не только в Беларуси, но и за ее пределами. Их часто включают на акции их солидарности, которые регулярно проводят белорусы в Германии. Желание просто сорваться в любую минуту и поехать домой, оно присутствует. И я думаю, с этим чувством многие белорусы и просыпаются, и засыпают. И если такое огромное количество людей мечтает об этом, то наши мечты обязательно должны осуществиться. Осенью Нови Бэнд давали концерты в поддержку Беларуси в Польше и Украине. Теперь же из-за коронавируса они проводят концерты онлайн. Вообще за последнее время мы сыграли около шести концертов в таком формате для разных стран и разной аудитории. И это очень здорово, потому что мы видим, что не только люди белорусы и русскоговорящие, а именно иностранцы также к нам присоединяются. Во время онлайн-квартирника для слушателей из Германии музыканты призвали белорусов за рубежом не останавливаться и продолжать бороться за развитие демократии на родине. До встречи в новой и свободной Беларуси! Живи, Беларусь! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...